Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, что может противопоставить церковь влиянию социальных сетей на умы молодежи? Ну, во-первых, родительскую заботу на конкретную молодежь внутри семьи. Во-вторых, церковь — это все мы, в том числе и все люди, которые участвуют в социальных сетях и делятся там своим мнением. Да, у социальных сетей есть минусы — это анонимность и недоступность собеседника, которые людей с наклонностями к хамству, грубости провоцируют на то, что они выплескивают в социальные сети то, что они при прямом столкновении с другим человеком никогда бы себе или, скорее всего, себе бы не позволили. Но в том числе социальные сети, увеличивая, скажем так, интенсивность разговора между людьми, не только при встрече, но и сидя дома, это общение продолжается, они предоставляют возможность. Если молодой человек в комментарии к какой-то статье видит комментарии христиан, взрослых, разумных, которые являются для него авторитетом, он не купится на эту статью. Поэтому мне кажется, что наше присутствие в социальных сетях как служение, оно должно быть. Потом есть такой момент, что наши священнослужители, мы священники и многие верующие люди, давно ходящие в церковь, мы имеем место проповеди, служения, а социальные сети воспринимаем как возможность интеллектуально отдохнуть. И туда выплескиваем то, что у нас, скажем так, в негативе. И создается достаточно странный, перекошенный образ церкви, где больше негатива, чем чего-то радостного, светлого. Конечно, о радостном и светлом трудно писать, но надо писать, понимаете. Люди должны знать, что вот этот уважаемый имя человек в какой-то другой сфере, что он думает о празднике Пасхи, почему для него важно преображение, как это реализуется в его жизни, как он читает Евангелие, какие слова его радуют в Евангелии. Этого должно быть больше. Пусть у вас будет немного подписчиков или много, неважно. Если вы одного человека остановите на путях разрушения его души, это уже очень много. Вспомним послание апостола Иакова. Если ты обратишь брата твоего от пагубного пути его, я могу неверно цитировать, недословно, простите. То, кто обратит брата своего от пагубного пути его, душу спасет и множество грехов покроет. Вот человек увидел комментарий уважаемого для него человека, какому-то посту, и остановился, перестал осуждать и задумался. Потом, допустим, позвонил, встретился и поговорил. Или в личку написал. Что ты сделал? Ты душу спасешь и множество грехов покроешь. Неизвестно, о ком говорит апостол. Я вот до сих пор вижу разные толкования. Ну, наверное, о душе он говорит того, кого ты обратил от неправильного пути. А вот множество грехов покроешь, это точно о себе. То есть, если ты служишь к обращению другого человека, Господь тебе за это прощает твои грехи. Я это не выдумал, это сказал апостол. Поэтому, мне кажется, что служение в разговоре, который сейчас пришел в социальные сети, в этих диалогах, которых стало очень много, это очень важно. Важно свидетельствовать. Вот идет, допустим, поношение какое-то там церкви. Все комментарии или какого-то человека. Все комментарии страшные. А ты засвидетельствуй о том, что ты по-другому думаешь. Пусть на тебя все это посыпется, неважно. Сыпалось на мучеников, как издевались и глумились над священнослужителями, верующими людьми в советское время. Все мы это помним. Ничего нового в этом смысле нет. Но ты засвидетельствуй, что кто-то остановится. Продолжение следует...